Привет, народ! Пятый элемент, меня зовут Денис. Мы соскучились уже с вами по каким-то флагманским решениям в плане мобильных телефонов и вроде как компания Honor нам это дело все предоставила. В прошлом году мы делали обзор Honor 50, теперь у нас наследник, друзья. Сегодня у нас на обзоре целых три смартфона Honor 70. Ну, это разные цвета, но по сути смартфон один и тот же. Протестируем, посмотрим, как работает камера, как можно играть в играх и вот это все, что вы любите. Приятного просмотра. Как я уже сказал, три версии смартфона у нас сегодня на обзоре. Именно это матовый зеленый, полуночный черный и вот такой кристаллический серебристый цвет. Что их объединяет? То, что они все очень три хорошенько заляпываются. Как вы знаете, я люблю это выискивать. Но, должен сказать, что все три цвета очень красиво смотрятся. Если бы я выбирал смартфон себе, я, пожалуй, бы выбрал вот это матовое зеленое стекло. Он и запачкается меньше, и, мне кажется, для мужчины смотрится как положено. Но, наверное, самый эффектный, пожалуй, это вот этот вот кристаллический серебристый. Очень прикольный принт ромбиков, но снизу есть такие, знаете, как блестки. Ну, сравню ее на лаке для ногтей, какие-то блестки есть. Мне кажется, что девочки заоценят такой цвет. Ну, а черный, который будет, наверное, самый популярный, в том числе, в наших краях, как по мне, наверное, самый скучный. Но у него есть один неоспоримый плюс. Это то, что если ты смотришь на него как бы назад, он предстает перед тобой как настоящее зеркало. Опять же, может быть, для девчонок будет полезно. А еще к приятным цветам смартфона можно добавить то, что в комплекте идет очень приятная зарядка на 66 Вт. Она увесистая, но она довольно небольшая. Если же возвращаться к дизайну, то должен сказать, что по этому смартфону видно, что это наследник Honor 50, потому что это тоже покатые грани спереди и сзади. Кому хорошо, кому плохо, напишите, пожалуйста, в комментариях. Должен сказать, что этот дизайн, пожалуй, не самый новый, но конкретно на этом смартфоне он выглядит прям офигенски, потому что смартфон, когда вы берете его в руку, он, во-первых, ощущается очень тонким, а действительно еще ощущается очень дорогим, потому что задник стеклянный. Это ощущается действительно. Есть некоторые производители смартфона, которые там указывают стекло, а по факту там это не стекло, либо же наоборот, вы прекрасно сами знаете. Здесь же ощущается дорого. Что еще интересное на корпусе есть, это два больших круга с камерами, а сколько там камер, по факту вы узнаете в блоке про камеры. Снизу у нас Type-C разъем, один динамик, здесь не стереодинамики, прикиньте, и есть сим-лоток. А в этом слоте мы можем с вами установить две наносимки. Ну и больше ничего такого примечательного на корпусе прям нет, мы можем с вами переходить к экрану. Разблокируется он с помощью сканера отпечатков под экраном, и я сейчас вам продемонстрирую, насколько он быстро работает. Я надеюсь, что вы сейчас это можете оценить. Быстро. И должен сказать, что когда мы смартфон с вами разблокировали, перед нами очень яркий OLED-дисплей. Здесь много фишек, во-первых, 1 миллиард цветов, это очень много, как вы можете понять. Он очень яркий. И здесь еще самое главное для меня, очень приятно, что есть поддержка 120-герцового обновления экрана. Эту самую частоту обновления вы можете выставлять как динамическую, то есть когда не нужно не использоваться 120-герц, когда нужно использоваться. Вы можете сразу же поставить 120-герц, либо же пользоваться стандартными 60-ю. Но на этом смартфоне как будто бы хочется пользоваться 120-ю. Есть, конечно же, темная тема, и очень прикольно то, что смартфоны эти от компании Honor сохраняют фишки типа режима комфорта для глаз, либо же режима электронной книги, когда цвета становятся бесцветными, как бы это ни звучало. Но так, потреблять какой-то контент, посмотреть фоточки, которые вы получили с камеры, мне кажется, очень комфортно, классно, удобно. Яркий, сочный дисплей. Реально к нему очень сложно придраться. По углам обзора даже должен сказать, что практически не скатывается в зелену наш дисплей. Ну и за счет того, что грани здесь у нас покатые, и сами рамки не очень большие, экран как будто кажется в руках действительно бесконечным. Далее переходим к софту. И если вы смотрите наши обзоры, наши ролики смартфонов Honor, то должен сказать, что как будто бы, вот знаете, все хорошо, все замечательно, но прям без каких-то супер-сюрпризов. У нас здесь фирменная оболочка Magic UI версии 6.1 и Android версии 12. Должен сказать, что с железом, которое здесь установлено, все работает замечательно, очень быстро, отзывчиво, никаких лагов, тормозов вообще не было замечено. Но каких-то супер-откровенно новых прорывных фишек, пожалуй, все-таки нет. Но из базовых фишек, что у нас здесь есть? Это, конечно же, управление жестами, это режим мультиоконности, можете запускать в маленьком окне несколько приложений, это удобно. Есть боковая панель, которая в том числе работает и с режимом мультиоконности, вы сюда можете запихнуть много приложений, которые вы хотите пользоваться там под рукой буквально. Но по внешнему виду иконок, я должен сказать, что система стала более яркой, на мой вкус, но тут кому-то может нравиться, кому-то не нравится. В целом яркие смартфоны разбавляют нашу серую жизнь, поэтому пускай будет. И далее мы двигаемся к железу и его тестированию и производительности как вводится. Итак, сердцем, либо же процессором данного смартфона является Qualcomm Snapdragon 778G на 6 нанометров. И здесь у нас по оперативной памяти мы имеем следующую картину. Есть на глобальном рынке различные версии, типа там на 8 гигабайт, на 12, конкретно у нас 8 гигабайт оперативной памяти и 256 постоянной. И что-то нам красота дает в обычном непроизводительном режиме мы набираем 540 тысяч в Antutu. Это хороший показатель. Если же вы включаете в производительный режим, можно получить немножко больше. Также, что касается троттлинга данного процессора, то данный процессор у нас скидывает порядка 27% частот в обычном режиме. Если же вы включаете в производительный режим, то в целом проблем никаких не наблюдается. Но батарейка угасит побыстрее. Результаты Geekbench 692 очка в сингл-кор-тесте и 2917 в мультиядерке. Ну и для компании мы вам дублируем сюда информацию тестирования Geekbench. Как он себе показал, вы сейчас можете видеть на экране. Ну и батарейка. Для такого довольно тонкого смартфона кажется, что батарейка будет небольшая. Но она, друзья, на 4800 мАч, что как бы очень солидно. И плюс к этой довольно емкой батарее у нас довольно мощная зарядка, 66 Вт. Рекламируется, что за 20 минут зарядки вы можете зарядить данный смартфон на 60%. Это довольно быстро. Если у вас есть часок какое-то свободное время, чтобы вы могли зарядить смартфон полностью, просто подключили, зарядили и пошли дальше. Что же касается автономной работы экрана с одного заряда, то у нас получилось порядка 8 с копейкой часов. То есть это хороший рабочий день, плюс приходите домой, еще можно в игры поиграть, либо же посерфить в интернете. А что касается как раз-таки игр, то приятно удивлен, то что, во-первых, у нас здесь большая плавность 120 Гц, вообще хорошая производительность. И, допустим, Call of Duty Mobile, на котором мы всегда тестируем игры, идет, во-первых, с максимальной частотой плавности у экрана, и, во-вторых, то, что идет с максимальной производительностью и качеством графики. Играть очень комфортно. Что же касается нагрева, то он немножко есть в области камер, но смартфон не прям горячий. Ну и давайте быстренько расскажем и составим свое мнение про блоки камер. Всего камер у нас здесь 3. Основная камера на 54 мегапикселя, это сила 1.9. Также и сверхширокоугольная камера на 50 мегапикселей, это сила 2.2. Ну и самый полезный в мире сенсор глубины на 2 мегапикселя, это сила 2.4. Но у нас есть еще селфи камера на 32 мегапикселя, и вот она очень даже неплохая. Ну и давайте я быстренько поделюсь своим мнением про то, как этот смартфон снимает фото и видео. Итак, друзья, не обращайте внимания на нашу пасмурную минскую погоду, но картинка, особенно зелень, получается очень ярко. Фото с цветами. Мне кажется, единственный минус, который есть у данного фото, это то, что вот самый центральный цветок, он немножко переэкспонирован. В реальности он немножко потемнее. Далее фото со скульптурой. Это калибри. Смотрите-ка, симпатичное. Смотрится вообще неплохо, и если приблизить, то деталей тоже довольно много. Картинка не рассыпается на шумы. Парочку сфер-широкоугольных снимков, снимок с нашего балкона. Все в принципе здесь неплохо, приколупаться к чему-то довольно сложно. Еще одна фотография со сфер-ширика. Вы можете видеть, как красиво получился наш офис. И картинка по бокам, естественно, немножко загнута. Но для такого художественного эффекта это может даже и неплохо. Далее фотография с футбольным кикером. И что здесь не так? А я вам подскажу. Данная фотография снята практически в полной темноте. Посмотрите, как красиво получилось. А вот касаемо ночного кадра, который снят на улице, у меня их получилось два, то могу сказать, что небо, кстати, получилось немножко серо-шумноватое. Но больше никаких нюансов нет. Источники света смотрятся насыщенно классно, как и все остальные детали на кадре. Что я еще могу отнести в плюс, это то, что на довольно бесполезном для меня макросенсоре установлен автофокус. То есть можно делать вот такие прикольные фоточки с ротангом, например. Либо же можно сфоткать нашу лего-машинку, а точнее фару, которой даже какой-то номер видно. Это прикольно. Ну и тест с селфи-камеры тоже прилагаем, пожалуйста. Итак, тестим фронтальную камеру на смартфон Honor 70. Пишем в 1080p. В меню есть вроде как доступно 4K, но почему-то не включается. Может быть это специально как-то запрограммировано под основную камеру. Но, тем не менее, 1080p, 30 кадров, звук, картинка, как вам напишите. И по видео пару слов. Пишется видео в 4K 30 кадров, либо же в 1080p тоже можно писать. Но итог одинаков, друзья. Потому что видео пишется плавно и там, и там. Как будто бы по рельсам идем. Вы сейчас это можете видеть на экране. Ну и в концовке ролика давайте же послушаем, как звучит один динамик на данном смартфоне. Пожалуйста. Довольно неплохо громко звучит, но хотелось бы, чтобы было здесь все-таки динамиков парочку. Ну и это был обзор Honor 70. Давайте подведем некоторые итоги. Начнем с минусов. Минус первый для меня то, что нету стереодинамиков. Можно было добавить. Второй минус для меня это то, что селфи-камера, имея разрешение 32 мегапикселя, могла бы записывать 4K ролики для ваших тиктоков, например. Почему бы и нет. Ну и третий минус для меня не то, чтобы это минус, это такая очень субъективная вещь. Это то, что система, которая установлена на данном телефоне, она тебя, ну, как-то супер не удивляет. Она классно работает, очень плавно. Но хотелось бы каких-то очень ярких фишечек на манер, допустим, который бывает сейчас вот в айфоне, в iOS 16. Сами видели, я думаю, что много прикольных штук вышло. Ну, а в плюсы я отнесу, мне все-таки нравится этот дизайн. Он уже несколько лет в смартфонах Honor, но тем не менее смотрится очень изящно, особенно учитывая то, что здесь хорошие материалы в сборке и смотрится действительно смартфон очень хорошо. Также в смартфоне мне понравился очень экран. Яркий, сочный, насыщенный, не сильно зеленит. В общем, все хорошо. Производительность у смартфона достаточная. Скажу так, что я не сильный игроман, поэтому мне более чем хватило. Та же самая колда идет на максималках во всех отношениях. И смартфон довольно долго работает. Ну, могу так сказать, что как бы один рабочий день, полноценный, 8 часов активности экрана данный смартфон выдерживает, а больше, пожалуй, и не надо вкупе с быстрой зарядкой. Ну и камеры. Как вы видели, камеры на уровне, фоткают хорошо. Хотелось бы немножко доработать ночной режим в плане, знаете, картинки неба, но это опять же мои личные придирки, а так вообще все замечательно. Даже макро, которое я постоянно подкалываю, здесь у нас есть еще и автофокус. Очень приятно. Ну, а что вы думаете про Honor 70, обязательно напишите в комментариях, будет интересно почитать ваше мнение. Ну, а с темными на данный смартфон вы можете ознакомиться по ссылке в описании, которая ведут на сайт 5element.by и доставляем любую точку Республики Беларусь. Ну, а с вами был Денис, 5element, Honor 70. До новых встреч. Пока.